Здравствуйте, рады мои. А кто нам не рад? Тоже здравствуйте. Вот сейчас у нас в стране и во всем мире, рады мои, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение в Вилле. Пандемия. COVID-19. Ну, что такое COVID? Ну, понятно, 19-й год. А что такое COVID? Ну, мы же русские, понимаем, что вид – это вид. Ну, чудовище вида ужасного, схватило ребенка. Ну, вид – это вид, общий вид. А что такое COVID? Ну, расскажу анекдот. Там про COVID как раз сядут два наркомана. Давно не виделись, встретились, курят. Косяк такой набили. Один так. Ты где был-то? Второй. На оке. К-к-к-к. Че? К-к-к. К-к-к. Так вот, рады мои, К-к-к-к-вид. Девятнадцатый. Пандемия. Чрезвычайная ситуация, рады мои. А что такое в Конституции написано, чрезвычайная ситуация? А это, рады мои, как-то написано, да? Природные и техногенные катастрофы. Да вы что? Да! Так вот, давайте я вам сейчас объясню. Допустим, природная катастрофа. Наводнение. Затопило, блин. Сижу, допустим, я на крыше. Мне холодно, мне голодно. Кругом вода, течение, холодная дырка, мне обогреться нечего. Что делает государство? МЧС подъезжает на лодочке, на катере, на плоту. Да какая разница на чем? Водолазы хоть. Сажают меня в эту лодочку. Отъезжают на безопасное место. Накормили. Обогрели. Понимаете смысл? В баньку мне сводили. Вот так вот. Временное проживание мне обеспечили. Так? Так. Химзавод где-то взорвался. Дымища. Выброс химии. Дышать нечем. Мне, пожалуйста, приехать. На мордик мне противогаз. На морду, блин, за шкирку. Эвакуация подальше. Против ветра хватит. Уезжаю. Все, дышу. Временное. Место для жительства. Все остальное. Пока это еще не решится. Вот так. Государство должно. А теперь представьте картины Лепина. Задыхаюсь. Ванита. Выброс. Химзавод. Все. Черезвечая ситуация. Я выхожу. Кашляю. Тут не знаю, чем дышать, блин, допустим. И подходит ко мне. Я, как вон. Я целоп-то. Я целоп-то. Подходит такой, я целоп из Кензаза. И говорит. А ты почему-то без противогаза. Ты знаешь, что? Указ губернатора. Ты должен носить противогаз. У тебя чрезвычайная ситуация. Тихтогенная катастрофа. А я ему говорю. Уважаемый, у меня нет противогаза. Вот так вот задыхаюсь. Нет противогаза у меня. Он говорит. Ты что, сволочь? Для всех штраф сейчас без противогаза будешь ходить. Государство специально. Он в магазин привезла противогазы. Не очень дорого, между прочим. Иди покупай. Доведи денег нету. А штрафую тебе тогда. Посажу, блин, на 15 суток. Ты иди противогаз покупай. Срочно занимайся. Долги завязывайся. И фильтры еще будешь покупать. Какие фильтры? А там менять надо через 2 часа. Фильтры. А как ты хотел-то? У вас с вами здоровье. Бережемся. Бегом покупай фильтры. Это что такое, Раду Мэй? Это забота государства. Продавать там противогазы. Перчатки. Ласты. Шапочку для плавания резиновую. Презервативы. Обязан ходить в противогазы. Делать презервативы и на яйца натягивать. Извините, у Жени. И ходить вот так. Почему? Указ губернатора. Это что такое? Вот эта чрезвычайная ситуация. За наши же деньги. Понимаете? Государство на нас переживает. Работать там нельзя. Там нельзя. Выходы все. Вот смотрите. Я посмотрел, сколько стоят перчатки. 27 рублей. Одноразовые. У нас тут в регионе. Медрильник посмотрел. 27 рублей. На мордик. Масочка. 159 рублей. 10 штук. Мальчик. Ну, 16 рублей почти. Одна маска. Давайте возьмем продавщицу. Человек, продавщица работает в магазине. Она обязана сидеть в масках. Указ губернатора. За свои деньги купить. Давайте считать. Сид. Допустим, возьмем продавщицу, которая работает в 8 часов рабочий день. Плюс час обеда. Итого 9 часов. Потому что на обед она куда-то должна ходить, что-то ходить, что-то на мордике. Что-то купить, в столовку пройтись. Или что-то. Получается, она в эти 9 часов на мордике. Плюс ходьба на работу, с работы. Округляем 10 часов. Женщина или мужчина, продавщица, продавец. 10 часов рада моим на мордике. Через 20 часов менять. Перчатки на мордик. 27-15. Суммировать. Что-то я сужден помню уже. Сумма какая. Ладно. Плюс 22 рабочих дня. Умножайте. Пять раз поменять. За день. За рабочий день. Пять раз. 27 рабочих перчаток и 16 рублей на мордик. Маска. Плюс. Это вот. Пять таких на мордик. Вот. Комплектов. Надо. День. В рабочий. 22 дня умножаем. И получается около 5 тысяч. Примемая зарплату, по-моему, сейчас 12 тысяч или 13 тысяч. Плюс налоги все равно. И 5 тысяч рада моим. Составы кармана ты должен заплатить. Почему? А потому что пандемия. Черезвещаемая ситуация. Наводнение. Покупай лодку резиновую. Бегом. Приказ губернатора. Одноразовую лодку, блин, червач, сам меняй. Это что? Это есть червачальная ситуация, я думаю. Это государство. Она так о нас заботится. Или бизнес это. Да ради этого, бизнеса, всякую фигню придумать. Не только ко-вид. Ко-ко-ко-ко-ко. Ты где? Ко-ко. И целопа, блин. Кинжа-дза. Все. Лайки, дизлайки. До свидания, родные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова